Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире пилотный выпуск нашего гимнастического телевидения «Что новенького?» И с вами мы, Ульяна и Павел. Сентябрь подарил нам много теплых дней, можно сказать, что до второй сезона августа. Отгремели первые линейки, 1224 учащихся сели за партов с жаждой получить новые знания. Школьный сентябрь оказался богат не только на тепло, но и на события, мероприятия, памятные даты. Учащиеся гимназии в рамках сотрудничества с Национальным архивом Республики Беларусь приняли участие в первой международной научно-практической конференции «Партизанский архив». В гимназии была передана книга от Национального архива «Защитники Отечества». Учащиеся 10-го Б класса инженерной направленности посетили Минский завод колесных тягачей. Ребята ознакомились с деятельностью предприятия, историей его восстановления продукции посетили музеем ЗКТ. Учащиеся и педагоги нашей гимназии приняли активное участие в праздновании дня рождения любимой столицы. Праздник начался с почетной вахты памяти около памятника Беларусь-Партизанская. Гимназисты приняли участие в показательном выступлении ко дню города на площадке Дворца молодежи. Учащийся 4-го Г класса Ксения Шапаренко в составе ансамбля танца «Зубренок» поздравил нашу любимую столицу с Днем Города. Дети послушали концерт с участием детских коллективов Беларуси и России. Научились запускать воздушного змея, плести фенечки, поиграли в гигантские шашки, записались в туристический клуб, посоперничали в перетягивание каната, складывали пазлы и многое-многое другое. Историю города Минска можно изучать на уроках истории, литературы и искусства. А учащиеся 11-го класса историю видели своими глазами, посетив музей археологии. Интересные находки, неожиданные сведения, артефакты 13-го века открыли новые страницы истории города. 17 сентября во всех классах гимназии прошел единый урок, посвященный 85-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР. Наша сила в единстве. Именно так хочется сказать про один из самых молодых праздников в Суверенной Беларуси – День Народного Единства. Военно-исторический комплекс «Старая граница» входит в число знаковых объектов на территории Республики Беларусь, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Учащиеся 2-х классов в нашей гимназии побывали на территории комплекса и познакомились с историей Старосоветской и Польской границы. С бытом пограничников увидели уникальные образцы боевой техники. Активной частью поездки стала игра в лазертак. Учащиеся в профильных классах инженеры направленности посетили Республиканский центр государственной экологической экспертизы. Ребята узнали об основных направлениях деятельности центра, его роли в сохранении окружающей среды и обеспечении экологической безопасности. Для участников мероприятия начальник управления центра привел открытый урок по основам экологических знаний. Уже восьмой раз проходит Минский полумарафон «Самое массовое беговое событие Беларуси». Десятки тысяч участников со всех уголков мира и море позитива. Учащиеся в нашей гимназии Туманов Владислав и Чистик Дари приняли активное участие в мероприятии. Кстати, наши гимназисты не только прекрасно бегают, но и отлично катаются на велосипеде. По району праздники «Перший ровер» учащаяся седьмого Д-класса Лешкова Марина заняла первое место в массовом велозабеге среди девушек. Марина Лешкова! Девчонки, поднимайтесь, поднимайтесь, поднимайтесь! Бронза, серебро, золото! Друзья, доставайте фотообъективы! Запомните, это далеко не последний пьедестал наших девчонок! Между прочим, наши учителя Интары Нашкурай и Ирина Александровна Глазонова разработали специальный безопасный веломаршрут по партизанскому проспекту и его окрестностям. Наши специальные корреспонденты Ксения Додонова и Мария Кузнецова отправились в увлекательное велопутешествие. Представляем вашему вниманию репортаж «Сместа событий». С партизанским проспектом связаны немалые исторические события разного времени. Здесь задействованы все сферы деятельности человека – от промышленной до культурной. Итак, мы на пути к первой точке нашего веломаршрута. Это монумент партизаново-освободителям «Беларусь партизанская». Он был установлен 5 мая 2005 года, канул Дня Победы. Основание 21-метровой гранитной колонны постамента диаметром 2,5 метра и весом 220 тонн опоясывает тематическая горельефная композиция, овенчает ее скульптура высотой 5,5 метров, изображающая семью партизан. На противоположной стороне партизанского проспекта, в тени деревьев, расположился дворец детей и молодежи золок. Дворец предоставляет подросткам самые разнообразные кружки, техническое творчество, театральная, вокальная и танцевальная студия, обучение игре на музыкальных инструментах и многое другое. Минский автомобильный завод ведет свою летопись с 9 августа 1944 года. Сооружению будущего первенца белорусского автомобилестроения страна отдавала все, что могла. И уже в октябре 1947 года на заводе были собраны первые 5 МАЗов. Недалеко от завода находится Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого и Минский государственный колледж автомобилестроения. В колледжах готовят специалистов по таким направлениям, как техническая эксплуатация и производство транспортных средств, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, техническое обслуживание электронных систем транспортных средств, Организация технического сервиса транспортных средств, обслуживание и ремонт автомобилей. Новый драматический театр города Минска ведет свою историю о театре-студии «Дея», возникшего в белорусской столице в 1987 году. В сентябре 2003 года при театре была открыта первая в Беларуси детская театральная школа с пятилетним сроком обучения. Памятник бюст героической партизанке, герой Советского Союза Лизавети Чайкиной, находится в сквере на пересечении улиц Трудовой и Лизы Чайкиной и был установлен здесь в 1950 году. В годы войны Лиза была связной на оккупированных территориях. Дворец культуры МАЗ является филиалом производственного республиканского унитарного предприятия «Минский автомобильный завод». На сегодняшний день во дворце работают 20 коллективов и кружков, 12 из которых для детей и подростков. Напротив здания дворца вы видите оригинальный памятник. Женщина на зубре должна была стать основой памятника Беларусь-Партизанская. Но оригинальному и мощному памятнику все же нашлось место в Минске и именно в заводском районе. Его решили установить возле дворца культуры МАЗ. А так как зубр уже несколько десятков лет является символом предприятия, то идея оказалась вполне логичной. Минск Хлебпром Хлебзавод номер 3 был построен и введен в эксплуатацию в марте 1953 года. Ежесуточно на хлебзаводе вырабатывают от 20 до 30 тонн хлебобулочных изделий и до 13 тонн кондитерских изделий. Минский государственный профессиональный технический колледж кулинарии. История учебных заведений началась более 60 лет назад, когда была открыта школа кулинарного ученичества Министерства торговли БССР. С тех пор произошло много преобразований. Но одно осталось неизменным. Все эти годы здесь готовят поваров, кондитеров, официантов и барменов. Лучших специалистов общественного питания. 8 июня 1978 года универмаг Беларусь принял своих первых покупателей. Красивые светлые залы, 43 секции, широкий ассортимент товаров, прогрессивные формы торговли. А теперь мы направляемся к заключительной точке нашего экскурсионного маршрута. Это парк 50-летия Великого Октября. В парке просто идеальная велодорожка. Почти на всем протяжении она находится в тени деревьев. А как в парке воздух? Целебный, наполненный ароматами хвои и лесных трав. Тишину прекрасно дополняет пение птиц. Приглашаем всех прогуляться по парку, прокатиться по хорошо оборудованной велодорожке. До новых встреч! Спасибо нашим корреспондентам за увлекательный и познавательный репортаж. Уважаемые зрители, думаем, что вы обязательно воспользуетесь этим экскурсионным веломаршрутом и расскажете о нем своим друзьям. Ведь многие из вас любят кататься на велосипеде, и это классная идея поиск по родному городу изучить его достопримечательности вместе. Мы решили узнать, на чем любят кататься наши учителя, и вот что мы выяснили. На чем вы любите кататься? На велосипеде. На чем вы любите кататься? На велосипеде. На чем вы любите кататься? На велосипеде. На чем вы любите кататься? На автобусе. На чем вы любите кататься? На машине. На чем вы любите кататься? На электросамокате. На чем вы любите кататься? На велосипеде. на чем вы любите кататься на на чем вы любите кататься коньки и самолет на чем вы любите кататься на качелях чем вы любите кататься на велосипеде на чем вы любите кататься я люблю кататься на лошади это очень здорово это вместе с природой. Человек и природа, лошади, одно целое, успокаивает, даёт надежду на какое-то будущее. Это полезно для здоровья. Интересно, а что ещё любят делать наши учителя? Смотрите наш специальный выпуск «Освящённые ты учителя». В эфире был пилотный выпуск программы «Что новенького?» И с вами были мы, Ильяна и Павел. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok